Дай почитать. И только потом при поддержке Сергея Михалкова поступила во ВГИК на сценарный факультет. У нее опубликовано 20 томов книг, среди которых 14 сценариев. Например, к таким кинофильмам, как «Джентльмены удачи», «Шла собака по роялю», «Мимино» и вот новая книга «Дома стоят дольше, чем люди», где собраны повести времена года и «Дома стоят дольше, чем люди», рассказы и очерки. Основной является повесть о дачно-строительном кооперативе «Советский писатель», в котором и живет Виктория Токарева. А когда-то здесь жили Твардовский, Симонов, Нагибин, Антокольский, Герт, Зыкина, Рязанов. А вот в поселке Переделкино осели Пастернак, Чуковский, Акуджава, Евтушенко. Сейчас в ДСК «Советский писатель» практически не осталось писателей, если не считать самой Токаревой, Генриха Боровика и Владимира Войновича. Автор пишет в свойственной ей манере правдиво, иногда даже резко, но доброжелательно и уважительно. Хотя иногда эти мемуарные заметки похожи на зарисовки из жизни звезд в гламурном журнале. Любопытно, что в своих телевизионных интервью Токарева неоднократно утверждает преимущество написания ручкой, а не на компьютере, считая, что человек-писатель – это канал с космосом. Вот и в этой книге та же мысль – письменный стол, и тишина, и хорошая ручка с золотым пером, и открытые каналы на темени. Каналы принимают космос, а ты – посредник между космосом и людьми. Это и есть писатель. Все, что вошло в книгу «Дома стоят дольше, чем люди», предсказуемо для тех, кто хорошо знаком с творчеством и манерой письма Токаревой. Признаюсь, что никаких открытий и прорывов в книге нет, но так много жизненных наблюдений, неотвратимо прекрасной, но безвозвратно утекающей жизни, так много сердечного тепла и доброты, что читатель с большим удовольствием ощутит безмерную радость от того, что у каждого из нас есть любимый дом. Или был, как у бомжа Семена, из книги «Дома стоят дольше, чем люди» Виктории Токаревой. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать! Субтитры создавал DimaTorzok